В нашей стране проходит неделя инклюзивного образования. Речь идет о системе, когда вместе с обычными детьми учатся ребята с ограничениями по состоянию здоровья. Киров не остался в стороне от этой темы. На базе ВИАД ГГУ состоялся круглый стол, где обсудили проблемы и перспективы инклюзивного образования в Кировской области. Как выяснилось, такой опыт в нашем регионе уже имеется. Я, Антон, хочу для вас представить наш любимый класс! Сценку приветствия 3-й А извязкой гуманитарной гимназии подготовил для ребят из школы Хрусталик. В этом учебном заведении обучаются дети с ограничениями по зрению. Возможно, в обычной жизни ребята прошли бы мимо друг друга, но у взрослых возникла идея их познакомить. Так называемые уроки доброты были первым шагом в сторону инклюзивного образования. Оказалось, что дети с ограничениями по здоровью гармонично входят в среду здоровых детей. Я считаю, что в этом проекте должны быть заинтересованы не только семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, а семьи с обычными детьми, может быть, даже более должны быть заинтересованы, потому что это полезно детям. Инклюзивное образование – это система, позволяющая детям-инвалидам учиться вместе с обычными детьми. Речь не только о школе. Сюда относятся дошкольное и дополнительное образование. Эта тема достаточно нова для России, и само понятие инклюзивного образования многим не знакомо. Идею совместного обучения продвигают общественные организации, членами которых в основном являются родители детей с ограниченными возможностями. Пока такие объединения есть лишь в 22 российских регионах, и Кировская область входит в их число. Несколько лет назад в нашем регионе была создана организация родителей детей-инвалидов «Дорога и добра». Это не просто общественники. У каждого за спиной непростой, порой и драматичный путь. Но цель очень ясная – дать особенным детям возможность полноценно расти, развиваться и учиться в обществе сверстников. Ни в коем случае нельзя сажать ребенка, человека с какими-то ограничениями в резервацию. Нельзя ни в коем случае создавать ему вот этот замкнутый мир специального детского садика, специальной школы, специальных предприятий. Все помните, были эти общества. Чтобы обсудить наболевшие вопросы инклюзивного образования, в ВИАД ГГУ за округлым столом собрались представители Департамента образования, общественных организаций, школ, детских садов, педагоги и психологи. Дело в том, что в новом законе об образовании, который вступил в силу 1 сентября 2013 года, закреплена норма о создании в общеобразовательных учреждениях условий для инклюзивного обучения. В Кировской области еще до принятия закона успели кое-что сделать. Так, на базе Института развития образования создан Центр инклюзивного образования, который готовит тьютеров, педагогов, готовых работать с особенными детьми в обычных школах. Сейчас их 23. Кроме того, в регионе есть учебные заведения, где уже создана безбарьерная среда. Расширены дверные проемы, установлены пандусы и подъемники. В нашей Кировской области в 2012 году созданы условия в двух общеобразовательных учреждениях. Это Лицей естественных наук и многопрофильный Лицей Вятские поляны. Дальше в 2013 году создаются условия в 18 и 60 школах города Кирова. И в 2014 году планируется создать такие условия в Кирово-Чапецкой школе номер 5, общеобразовательной, и общеобразовательной школе номер 7 города Слободского. Государствам перед регионами поставлена конкретная задача. К 2016 году 20% общеобразовательных школ в каждом субъекте должны быть готовы принять на обучение ребенка-инвалида. И если на региональную власть возложена финансовая нагрузка, то обществу предстоит поработать со своим мировоззрением. Возможно, как раз сейчас пришло время изменить отношения к особым детям и позволить им жить полноценной жизнью вместе со всеми. Юлия Шалаева, Денис Тружков, Вести, Киров.